Как бы я вижу ваши ролики, вы очень духовный человек, вы очень Библию знаете, как бы наизусть, и вы чётко отталкиваетесь по всем вопросам, чисто по Священному Писанию. Вот, и поэтому вы у меня вызываете какое-то доверие, и я от вас хочу услышать какую-то, так сказать, мысль такую правильную. Хочу объяснить, я опознал Божье Слово через болезнь, ну я сильно заболел, серьёзной болезнью, у меня онкология, вот, я два месяца после операции в коме был, но вот через это я опознал Слово Божье через болезнь. Мне, сейчас мне 48 лет, вот, ну, так как врачи давали мне со 100% 3% выживания, как у меня случай был мой, серьёзный, вот, ну, как-то вот так Бог положил, что Божья воля была, что я познал Слово Божье. Вот, точно, ну, я стал вникать в Божье Слово, стал Библию читать, вот, прочитал, несколько раз Библию, ещё там книги там, вот, духовные книги. Ну, у меня такая проблема, я понимаю, как бы, суть, я уверовал, что это Христа, от нашего Спасителя. Это безоговорочно, у меня в душе, в сознании, в разуме, в душе у меня лежит, что это действительно Иисус, это наш Спаситель, что Он распят за наши грехи, за наше спасение, вот, за наши грехи взял на себя. У меня одна проблема, как бы, я буду короче, не буду растягивать свой вопрос, меня тяготят, не то, что тяготят, я, как бы, понимаю всё, закон Божий, понял характер Иисуса Христа. Ну, у меня, вот, заповеди, 10 заповедей, и я морально, или физически, я не знаю как, но я не могу их соблюсти, понимаете? Мне кажется, вот, там есть, там, Писание, да, не по закону будем спасены им, а по вере, по вере и по делам спасения, да? Да. Вот, и, ну, понимаете, закон, это же заповеди, то есть, Божьи заповеди, но меня, понимаете, заповеди вот такие, да, например, там, мысленно человек, даже вот, когда что-то подумает, это уже какое-то есть прелюбодеяние, искушение, это он как грек, и Бог говорит, да проклят будет тот, ну, даже мысленно, прелюбодействует мысленно, вот, как бы так. И поэтому, вот, закон, это всего какое-то, под меня, какое-то вот это невольное, а какое-то, как бы сказать, принуждение, принуждение, и как бы такое, как, можно сказать, правильно, как все равно под каким-то колпаком человек находится, то есть закон, если ты, как бы, уверовал, ты должен исполнять это, это. Ну, бывает, не под силу человеком, человек, вот, как мне, да, а лишь с моей болезнью, я не знаю, и то, что я себя там оправдываю, я такое-то ищу, но мне не справиться со всеми вот этими заповедями, мне никак их не, ну, не соблюсти. То есть у меня настроение меняется в день по пять раз с моим диагнозом, с моей болезнью, у меня физика вся разрушена, моя нейросистема и мой разум, но я понимаю, что я приговорен, ну, как приговорен, ну, все равно это в Божьих руках, но все равно мысли-то, они никуда не издеваются по причине моей болезни. Вот, ну, и поэтому я общаюсь с духовными людьми, у меня брат, вот, очень духовный человек, он уже 20 лет, вот, живет по этим духом, вот это вот, соблюдает все вот эти все Божьи, вот эти все законы, но вот у меня как-то вот с этим вопросом, у меня никак у меня не ладит, Бог мне на душу, не ложится мне вот это, чтобы не соблюсти все заповеди. Вот в чем причина? То есть сатана меня отталкивает от этого, или какая-то борьба идет внутренняя, или что, вот я понятен, хотя я могу сказать, что я, вот, от Христа я уверовал. Я, потому что, что я прошел во благо только, что я выкарабкался, что я не спился, семью не потерял, живу так, ну, как бы, ну, нормально, у меня все хорошо. И я понимаю, что только это, это Бог милость свою, вот, подал свое богословение, вот, на мою семью и на меня. Я понимаю, что для чего-то, для чего-то, я бы познал бы Бог, ну, я, вот это мне никак в заповеди, мне никак в разуме, и на сердце никак не ложится. Объясните, пожалуйста, в чем причина может быть? Я кое-что спрошу сначала у вас. У вас что болит-то? Болит, что у вас? Нелегкие? Нет, 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 у меня кишечник, у меня по кишечнику, у меня операция, у меня выведен желудок, ну, в сторону, я с пакетом хожу, я могу вам показать даже. Да не надо, не надо, да, да. Не надо так. А какая причина болезни-то, вам сказали, что? Какая причина болезни-то, что обожженное было или ударили? Какая причина? Нет, нет, это у меня как бы врачи, это наследствие у меня, онкология, наследственно, рак прямой кишки, ну, делали операцию, ну, неудачно, и как-то там пошел какой-то абсцесс, и два месяца я был в коме, выкарабкался кое-как, вот, и пошло новое образование, то есть месостазы пошли уже по позвоночнику, вот. Вот, и поэтому, и как-то все врачи удивляются, я уже с этим живу уже шестой год, с четырнадцатого года операция была, и слава нашему Су-Христу, вот, шесть лет я как-то вот здесь еще пребываю, среди своих людей, за что благодарю Господа Бога нашего. Таким диагнозом, что врачи удивляются, что я еще живой. Понятно. Вы просто не поймите, что я любопытствую, мне, чтобы ответить, я должен хотя бы приблизительно знать, у вас что спровоцировало болезнь? С чем это связано было? Ну, у меня было, как бы, ну, никак не знаю, там, как бы, ну, болячка была, там, вот, болячка, вот, ну, так как называют, там, в народе, как это, ну, везде-то, как геморрой был. Вот, вовремя я не обратился, семь лет, восемь лет я жил с этой болячкой, но вот с этого у меня образовалась онкология. Так, а что, из-за болезни вас и жена оставила? Нет, нет, вы что говорите? Сохрани Господа, нет, наоборот, Бог, наоборот, сделал так, что семья вся при мне. Ну, вот, Ветведи. Супруга тут, это все, это, нет, нет, ребенок, у меня семья, слава Богу, все при мне. Понятно. А вы по нации кто будете? Я цыган. Понятно. Вы раньше-то о Боге слышали, молились до болезни? Что, что? До болезни, вы молились, знали Бога до болезни? Нет, нет, никак, никак не знал. То есть, ну, визуально, ну, все, как мы, как мы, знаем, что, да, Бог, Бог, ну, а как, мы, 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 мы же не знали, я не знал Бога, вообще не знал. Но, как родители, вот, Бог, Бог, так, ну, там, говорили, там, про Бога. Ну, мы, ничего не знал я про Бога. А вот именно, вот, когда я пришел из больницы, домой, нет, жена меня прибезла, мне очень было плохо. Ну, что мне на тот момент, сколько мне было, мне было сорок, сорок два года, ой, сорок три было, где-то так мне было. И я не могу уже, как бы, я понимаю, что у меня ребенок маленький, я не могу работать и все такое, и я на грани жизни и смерти. Вот это все, конечно, меня убивало. Ну, слава Богу, вот, меня Бог, вот, брат мне дал маленькую книжечку, я стал читать, и меня как-то легло на душу. И слава Богу, что вот Бог мне вот это вот, как бы, положил на сердце, что ничего страшного, жить можно, надо только верить. Вот туда Христа. Так, а Вы, 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 раньше, 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 я питаюсь этой пищей, сухой, вот это, что я читаю, Бог меня, вот, как бы, вдохновляет меня, дает мне настроение, я вижу радость, я радуюсь, просто, в принципе, я счастлив, я очень счастлив, и благодарю Господа Богу за это настроение, что мне надо, что он так ложит, как бы, каждому дню. Ну, я уже здесь живу, уже более качественнее, я понимаю, каждый день для меня это, как бы, это, это благодать Божья. Каждое утро я благодарю Богу, что я открыл глаза, вижу белый свет и свою семью вижу, свою супругу, своего ребенка, вот. Ну, факт тот, что у меня вот проблема вот по этим заповедям, я верю за Христа, ну, вот заповеди меня как-то вот не знают. Ну, что вы скажете? Это какое-то, понимаете, я понимаю все, вот, я читал, я познавал это все во спасение, как вера, то есть я выгляжу как маловера, но вы можете сказать, что я маловера. То есть если ты уверен за Христа, то нужно исполнять все, это, как бы, заповеди Божьи. Ну, там я читаю, там закон это был в Старом Завете, там было конкретно для евреев, соблюдайте там в субботу, там про десятину. Ну, это ладно, не хочу это вникать в это, я, как бы, не уходим от вопроса от этого. Но факт тот, что для меня все равно как-то вот какое-то ограничение, то есть заповеди это какое-то ограничение. Если человек ошибется даже, да, он же как говорит, будь проклят, он нарушит мои заповеди и такое-то, такое-то, ну, в таком духе. И поэтому брать вот это на себе, не то, что меня колыхает мое настроение, потому что болезнь, она очень такая злая, и она такая, как бы, ну, я мысленно в состоянии, не могу справиться с своим состоянием. Только обращаюсь все к Божию, и Бог, как бы, меня, как бы, ну, успокаивает как-то вот. Но все равно меня очень колыхает, очень. Ну, тогда я задам вам вопросов еще несколько. Вы до этого-то пока до болезни-то Библию в руках держали? До болезни нет. А курили нет? Курил, курил, конечно. А пили, выпивали? Я выпивал, я не пьющий так, ну, я редко, но я выпивал, выпивал. А наркотиками пользовались? Нет, нет. Нет? Нет. А как вот она меня вышита? Как? А? Как вы на меня вышита? Откуда узнали, что? Из интернета. Я, я же читаю проповеди. Я ищу, как бы, так, ну, как бы, я, ну, что мне, я, я глухой, как бы, ну, вот, не о наушниках, не о осложнении, я плохо слышу. И я включаю проповеди, через наушники слышу проповеди. Вот, все, что касается, вот, после Христа, я слушаю проповеди, потом всякие там, ну, то, что мне на душу Бог вложит, я то включаю и, как бы, попался на ваш канал случайно. Я увидел, как вы там, в деревне там, меня поразила ваш образ жизни, вот это, как вы там, для людей все делаете, пруды вот эти, сколько там, 5-6 прудов там вы там выкопали, там, рыбу там развели. И сколько там козни вам там делают. Ну, вы боретесь вот это, как вы, Бог вам, помогает вам, люди к вам идут, вам тянутся, потому что чувствую, что вы действительно отталкиваетесь не от самого себя, а вот именно со Священописанием. Ваши слова все, они подтверждаются со Священописанием. Вот это я слышал, вашу конкретную, вот это вашу мысль, что вы не говорите свою, а вы говорите, что Бог говорит. Вот это мне приятно, мне вот это. И поэтому я вот к вам стал, как бы, слушать вас дальше, дальше. Я, наверное, месяца два, наверное, вашу проповедь, ну, вот это, ну, ваш канал я наблюдаю, слушаю, месяца два, наверное, да. Хорошо, я вам скину, я данные все скину, когда поговорим мы. Данные скину потом, когда кончим говорить, данные наших ресурсов, вы их не все знаете. Так вот тебе сказали, что получается, как бы, принуждение, что Бог дает заповеди. А как по-другому? Нет, ну, понимаете, ну, как, ну, понимаете, ну, смотрите, вот это заповедь, да, возлюбит брата своего, это там есть заповеди, которые правильно, они правильные, там, не укради, там, вот это все, возлюбит брата своего, там, как себя. Это все правильно, но есть, в Библии пишется конкретно четко, даже мысленно, если глаз твой вас желает что-то, и ты уже, как бы, нарушаешь Божий закон. И то есть, Бог проклят, Бог проклинает таких людей, но вы сами знаете, такие места в Библии, они часто есть. Ну, а как мысли можно, вот мысли, они, ну, это, ну, я не знаю, как с ними управлять, там, есть же человек, по-любому, человек, как чувство, он чем-то, как бы, ну, возрадует как-то. Ну, глаз его, он, или мысли, они, я не знаю, там, ну, как с этим бороться с этим. Я понимаю, что это все Богу отдавать в руки, и на себя брать, а Богу отдавать, это все понимаю я. Но все равно наше что-то, вот, плотское наше, оно все равно нам, как бы, оно в нас плотское. Вот. Господь говорит... Поэтому я могу насказать на себя проклятие, хотя я уже прошел очень многое, очень многое испытания прошел. Да. Вы видите, что я хожу, я не могу сидеть, ну, по той причине, что я не могу сидеть долго. Понятно. Значит, по мелочи, по мелочи. У вас кто-то знакомый есть, который неправославный, рядом с вами? Неправославный, там, баптисты или кто-то, адвентисты? Нет, 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 нет. У меня в доме тут... Ну, может быть, рядом знакомые, которые неправославные. Супругу, ребенок в школе, вот у меня только супруга. Вот. И еще такой вопрос, там, как бы, вот, там есть, там тоже, где я считал, не как бы, там, такой вопрос, ну, я думаю, попутный вопрос, так, как бы, если Бог даст нам с вами общаться в дальнейшем, у меня, как бы, мне вопрос есть. То есть я хочу духовно, как бы, ну, не то, что возрастать, там, как-то там, как-то так, а вот я хочу, ну, да, возрастать духовно, ну, и, как бы, познать, как бы, вот эту истину, как бы, Божью, вот эту, мне, как бы, это интересно. То есть это теперь, как пища моя, я не могу без этого, я каждый день, как бы, общаюсь с Богом. Так. Ну, вот этот вопрос, как у меня был, там, вот, как там есть, там пишется, да, там, и, это, не создать себе кумира, да, потом, и, какого изображения, никакого изображения. Так, вот это, вот это, вот это, что у меня в руках? Вот, не могу сказать, это что-то вот это, вот точно не могу сказать, вот честно, вот я знал, но я забыл, вот вы говорили про это, я забыл, потому что у меня с памятью тоже как-то маленько с памятью, плохо с памятью. Щетки, щетки, это щетки, 100, щетки называются, 100 поклонов, вот одну, одну, чтобы берешь, сделал поклон, вторую, считаешь молитву, щетки называются, щетки везде существуют, щетки есть везде, во всех мировых религиях. Ну, это что-то, какое-то, это, какое-то, как восточное, не восточное, это не мусульманское, щетки, вот эти, у них там что-то принято, а нет? Да, это к нам же вера-то пришла от греков, щетки-то везде, да, да, источник, и это все понятно, источник, я знаю, откуда источник, откуда вера, я знаю. Вот вы говорите, сам посмотрел, птица может на человека, пролетая, уронить помет, может, но гнездо свить не надо давать на голове. Гнездо, гнездо, она не может свить-то, ты живой человек-то, так и это, ты посмотрел где-то, ну, ясно дело, что ты соблазнился или что. Молись, благодари Бога, что Он тебя сохранил от этого греха. Не надо от этого умирать, от страха, вот я посмотрел, там то другое, ну, не смотри, ты знаешь, поставь себе преграды, в телевидение тут, в интернете, не смотри, что попало. И как свободная минута, вы кланяться можете, вот так вот стоять и вот так поклониться, или у вас болячки ваши не дают кланяться? Угу. Можно кладиться вам? Да, 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 да. А покажите, как вы креститесь. Ну, покажу, я хочу. Ну, ну, покажите. Ну, вот так. Так, так. Да, справа налево, надо, вот сверху и со лба, среди на лба, и на шрево, где пуп находится, право и лево. И тогда поклониться, чтобы рука могла пол достать. А сейчас идет пост. Я из-за позвоночника, я так не могу, так на геннадцатом. Ну, не надо, я и спрашиваю, чтобы узнать, кем вы работали раньше, кем? Ну, я раньше работал, ну, я сельский житель, я в колузе, я в совхозе работал, ну, разные были работы у меня. Ну, в совхозе работал. В подсобном хозяйстве я работал, в подсобном хозяйстве. Животноводстве, так сказать, животноводстве. Потому что на человека все влияет. Кем он был, как работал. И поэтому, если вы придете в больницу, врач спросит вас обо всем, чтобы дать правильный ответ. С чем связано? Работал шахтером, у тебя легкие забиты пылью. Если я работал у доманной пищи, у тебя были перегревы организма. Так точно в духовном плане. Где ты был? Как себя вел? Какая была семья? То есть, надо посмотреть и кое-что отсечь. И тогда ваша душа освободится для Бога. Чтобы ничто не тяготило. Это мы только думаем, а я... Нет, как попало, не получится. Вот скажите, почему у вас борода бреется? Почему у вас бороды нету? Ну, почему... Почему, ну, как сказать? Борода... Нет, я отпускаю бороду, но время от времени я ее брою. Никак. Вы бритвенный прибор выбросьте сегодня же. Выбросьте, больше не прикасайтесь. Вы помаленьку начните. Вот я что-то скажу, вы это сделаете. Сейчас начался Великий пост. Вы знаете, что начался пост? Да, конечно. Через пять недель будет пост. Вы соблюдаете его? Нет. Я вам помочь не могу никак. Вы должны это делать. Почему? Потому что Господь усыновил через церковь свою. Это у баптистов, у еретиков. У них ничего не надо. Я поверил. Я родился. А живет по-мерзки. Это обман. Человек написано, отвергнись самого себя. Отвергнись. Отбрось самого себя. Самого себя. Что ты умел? Я почему вас расспрашивал? От чего вы можете отстать? А потом возьми крест. Крест – это ваша болезнь. Критика какая идет. Неудовольствие. Холод и голод. Возьми безропотно. И следуй за ним. Тогда только заповеди. А не так, что я хочу исполнять, не исполнять. Первые два пункта надо исполнить. Себя отвергнусь. Приготовиться страдать. И тогда заповеди. Вы спрашиваете о третьей ступени. А на третью ступень-то вам еще не подняться. Вы первую пройдите. Первая ступень, она не просто дается. Вы должны узнать, что вас тяготит. Как к чему вы привыкли. Курили, не курили. Какое общество. Что разговаривали. Каким языком. Во сколько вставали. Исполняли нет посты. Все это надо пересмотреть. И тогда у вас душа будет на другом уровне работать. А то люди только думают. А мне все равно. Нет, даже для машины не все равно. Купил машину, посмотри какая дорога. Если ты выехал в лед, авария будет. Тормоза не отработаны. Смертельно опасно. Так и здесь. Тебя раздражает там кто-то. Родные и близкие. А ты тормозни маленько. Ничего не отвечай. Начинай молиться. Господи, слава тебе. Меня ты снова испытываешь. Есть какие враги. Примирись с ними. Перед началом поста. Воскресенье. Вечером было прощенное воскресенье. Воскресенье. Мы у всех просили прощения. Вышел священник, архиереи. Они всем кланяются. Просят прощения. По-другому нельзя. Сектанты там. Баптисты. Они этого не знают. У них этого нету. Поэтому они нам не пример. Пример это святые. Жития святых. И не надо. У патриарха все начинают. Это у него там дача. Ты о себе думай. Никого не суди. Тебе хватает на жилье? Благодари Бога. У меня пенсия. Да, да. У вас какая пенсия? Ну, пенсия у меня как бы, ну, 19 тысяч у меня пенсия. У меня пенсия до последнего времени была 8 тысяч. 141 рубль 33 копейки. Я... У меня все есть. Я благодарю Бога. Надо научиться пользоваться тем, что Господь дает. Есть какая-то пища простая. Вот не вареная даже овощи. Посмотрите, чтобы... Вы сделаете так же механически, чтобы у вас морковка была все время. Достаньте меда с пасеки. Облегчите свои страдания. Пусть организм начнет работать по-божественному. Ученики как жили? Что у них было? Вот сейчас до Пасхи нельзя есть мясное, молочное, рыбу. Рыбу только два раза во время Благовещения, 7 апреля. И за неделю раньше, вербное воскресенье. Все. А масло растительное можно каждую субботу-воскресенье. Если вы сильно больные, то вам растительное масло можно и в понедельник, и в вторник. Кроме среду, пятницу уже не трогать. Не надо думать, что это так. Мало значит. Это церковь установила. Святая православная церковь. Она любящая мать наша. И она нам все эти правила показала. Вот вы зайдете в храм. Вы в храм-то ходите? Нет, я не хожу в храм. Я там ходил. Я ходил в храм. Ну, не знаю, я чего-то там не нашел. Духовного я там не возрастал. Потому что Папы Вот как-то вот Беседа у меня с ними не получалась. Я чувствовал, просто они пришли туда на работу. И работаю в свое время. То есть они не хотят в людей как бы, ну, вникать в проблемы человека там. Кто там пришел там с какими-то вопросами, своими там какими-то там тяготами там, поделиться там за советом. Они как-то отмахиваются. Ну, хорошо. Так. Скажите, вы живете в России в конфедерации, да? В Абскурской области, да, да, да. Так. И вам все нравится, что делает президент, Верховный Совет? Все нравится вам или нет? Ну, понимаете, я в это стараюсь и не вникать. Ну, ладно, да. Это, во-первых... Вы коротко отвечаете. Я уже выслушал вас. Послушайте. Ну, вы же страну не меняете. Не такой президент, другой. Я поеду сейчас, буду жить в Израиле. Не так я в Турцию поеду. Вы же так не рассуждаете. Вы в духовных вопросах так. Не ваше дело, какой священник. Без него нет спасения. Бог его поставил. Патриарх не такой. Вот начинает, главное... А почему? Ну, не такой. Ты молись о нем, чтобы он был такой. Без церкви спасения нет. Церковь – это корабль. Без корабля океан не переплыть вам. Видите, вот вы смотрите, это я пропустил. А вы иконы видели, как нарисованы? Христос, апостолы, пророки, все с бородами. Безбородных ни одного нету. А на кого вы похожи? Да, да, да. Вы на кого похожи-то? Сами подумайте. Вы картину Божию, которую Бог дал, вы ее исказили со всех сторон. Не такой священник. Да ты скажи, я одного мизинца священника не достоин. В этом сходи на исповедь. Ни одного воскресенья, субботу вечером не пропускай. Я другого совета не могу дать. Я православный. Я знаю, какие священники. И что из этого? Вот я был начальник детского лагеря 45 лет. И три года в ином формате. 48 лет. Не рублят государство. Тысячи детей подняли. А я должен знания был построить, где они живут. Все кормить, поить, чтобы аварии не было. А власть не такая. При чем тут власть? У меня желание поднять детей. Помочь тем, которые не могут воспитать. Я положил всю душу туда. Это полвека. Полвека. И буду я судить. А когда бы я судил, тогда мне жить незачем. Я православный. По-другому я не могу рассуждать. Церковь это мать. Мать, которая любит нас. Без церкви никуда. Ну вот я вам говорю. Вот давайте говорим. Если я вам буду нужен. Ну как в Священном Писании написано, как Христос говорит, церковь, она в каждом человеке. У верующих, в Государь Христа, церковь в каждом человеке. Не в каждом. Отдельный человек это не церковь. Не церковь. Он поставил апостолов. Иначе они нам не нужны, апостолы. Апостолы рукоположили и епископов. Епископы священников. Священники нас крестят. Совершается литургия. Причастие. Ты не ходишь в церковь, не причащаешься. Ты не член церкви. Понимаете, за этим что кроется? А мы ищем где-то причину. Не болели, вы бы на меня не вышли. А болячки вас заставили искать. Вы себе вот что-то запомните, запишите. Я понимаю. Ну, понимаете, у меня такое, мне Бог так, ну, как бы, мне так расположается, дает мне такую на разум и на душу, что Бог, Он везде. Не именно Он в церкви, в храмах. Так, все. Ну, не знаю. Бог, Он в тесущем, Он же везде. Он же везде. Не именно в храмах. Так, все. Руслан, вы по паспорту Руслан? Как? Вас звать Руслан? Звать? Меня Руслан зовут, да. А почему тут написано Руслан? А? Что тут нет? Тут написано Руслан. Меня Руслан зовут, да. А кто Руслан? Руслан кто? Я, я, я. Я спрашиваю. Вы Руслан? А где вы это имя взяли? Кто вам дал его? Это родители назвали. Так, мне по паспорту я Алексей по паспорту. Я Алексей по паспорту. А по крещению? По крещению я Алексей. А когда вы крестились? Где? Ну, я крестился, мне было уже лет, наверное, около 30, наверное, было мне уже. А вас, вы в воду погружались или только голову помочили? Нет, нет, нет. Я уже крестился так, это как в церкви, крестился, а водное крещение я не принимал. Ну, у вас... Это еще не сделано. Вам нужно найти, где крестят полное погружение, принять крещение. Вас обманули. Вы еще за крещение деньги платили, наверное? Конечно. А это вообще не... А это вообще недопустимо. Это симония, смертный грех. Ну, это же православная церковь была, это же православная церковь. Продали крестик мне, попу заплатил деньги. Это православие. Ну, я говорю не о деньгах, я говорю о крещениях. Деньги не дышать-то надо им, но за крещение деньги платить не надо. Скажи, я в другой раз тебе помогу, сделаю, дам. За крещение платить нельзя. Нельзя. Бог запрещает это. Да, да. Ну, так и все, а попыток православия, вот они... Ну, видите, вы забудьте про них, их не трогайте. Я говорю, вы найдите, где можно. Вы все время на них. Он не такой, я не пойду. Ну, не такой, из государства-то вы не уезжаете. Хотя видите, что многое не так делается. И правители не такие. В церкви я нахожусь, я могу сделать лучше там, где я нахожусь. Я буду работать, свидетельствовать, читать, помогать священнику. И будет по-другому. Мы с нуля строим деревню. Брат у меня священник. Я читал, я читал по крещению. Это, я с этим согласен. Да, водное крещение, истинное крещение, это водное крещение. Истинное крещение. Так, мы сейчас, сейчас мы закончим говорить. Я вам сброшу материалы здесь. Здесь. О крещении, об обрадобритии. Я скину вам материалы. Здесь. И вы сами тогда считайте. Как у вас по отчеству? Геннадий. Тихонович. Ага, Тихонович. Геннадий Тихонович, ну, как бы, мне вот, как бы, я вот, общение, ну, с духовными людьми, для меня не мало важно. Потому что, это мне, как бы, ну, я чувствую, что это мне вот, приятно, такое общение. Я хочу общаться, на духовную тему, что касается духовности, до Христа. Мне очень это приятно. И, как бы, не знаю, как-то, вдохновляет это. Вот. И поэтому, как бы, я хотел бы, сами, как бы, продолжить общение. Так, давайте договоримся. Давайте договоримся. Что? Договоримся. Просто так не приходить, сначала напишите. Значит, бритву вы выбросите, бритву, бритву, больше не бреетесь, без бороды не приходите даже. Вы звиньтесь с места. Начните пост исполнять. Все продукты, пересмотрите. Ни мясное, ни молочное, до пасхи не есть, и яйца. Не есть, и рыбу не трогать. Это имеет значение, духовное. И тогда будет видно, что вы желаете что-то. А не так, дайте мне, я что-то сделаю, проглощу, и будет по-другому. Не будет. Надо начинать работать над собой. Священников больше не судите, не трогайте. Понимаете, можно я вам ответить, можно я вам, как бы, ну, скажу, как мне Бог на душу положил и на разум. Можно вам пояснить? Есть у вас время? Понимаете, если вы, давайте так, что я сказал, вы не записывайте. Я вам говорю, вы ничего не записывайте. Вы не пишите ничего. Надо брать и писать, что я говорю. Я, как бы, слава Богу, я это запомнил, здесь ничего такого. Насчет поста я понял, что вы говорите, да, об этом, как бы, ну, известный. к вам как обращаться, к вам как обращаться, называть вас Алексей или Руслан, как правильно? Называйте меня Руслан, это привычное мне, меня зовут все русские народы. Хорошо, хорошо. Вы завтра, суббота, в церковь можете пойти вечером? Я не хожу в церковь. А я зачем вам нужен тогда? Я вам тоже не нужен. Я хожу в церковь, а вы нет. Вы понимаете, ну, как вам сказать, в церкви, я был в церкви. Я был в церкви. Вы там, понимаете, ну, там все стандартные, все наборы. Так, не надо, не надо, не надо. Вы о себе, не надо. Вы, написано, сегодня молитва считается. Я же не судите брата моего, вы из этого не можете. Вас сатана просто держит, не человек. Уже пятый раз говорю, в одной, там не так, там не так. Вы на меня больше не выходите. Я вам помощи оказать не буду, и время тратить не буду. Выполните, что я сказал. Завтра пойдите в храм, встаньте где-то в уголок и молитесь. Смотри на себя внутренне, на священника. Нехорошо это. А что я дома молюсь? А что я дома молюсь каждое утро, каждый вечер? Я вам сказал о церкви, а я дома. Господь церковь создал. Там ангелы поют, ангелы, говорит Иоанн Златоуст. Там священник, там благодать, там благословение. А я дома молюсь, тогда церковь не нужна. Каждый сам по себе будет сидеть дома и думать. Думать не надо. Понимаете, вот мне Бог так положил, так на разум и на сердце, что пост это вся жизнь человечек. То есть, когда человек... Так, Руслан, давайте так. Я вам не нужен, больше ко мне не приходите. Я сказал слова, вы их затоптали ногами и все. Зачем я вам нужен время тратить? Когда ко мне люди приходят, я говорю, они записывают, начинают исполнять. И у них сразу исправление идет. А вы никак. Я думаю, ну и думай, сиди. Умный очень. Берешь на себя. Все, пока. До свидания. Так, я больше не буду разговаривать с вами. Я, в принципе, не могу передвигаться, ходить долго. Я не могу идти. Вы не оправдывайте это. Не можете? Священник, если вы крещеный, священник на дом придет и причастит вас. Бритву можете выбросить? Бритву? Не трожьте себя. Ну, начните хоть что-то делать. Вы дома не ходите, допустим. Я не могу ходить. Можно подвезти. В воскресенье постарайтесь быть в церкви. Возьмите стул. Сядьте там на стул, на мяконький. Нельзя без церкви. Я ему говорю, он свое. Если не будете этого делать, больше ко мне не приходите. У меня времени совсем нет. Зачем я говорю, а вы не исполняете? Я, когда это услышал, я не стал рассуждать. Я начальник детского лагеря. А в лагере посты соблюдать трудно, потому что мы приезжаем в деревню. Пост. А пост не евангельский. У меня молоко, все есть, а я не могу дать. Я теперь молюсь, Господи, дай мне полюбить пост. Я покупаю рыбу, холбу, там разное все, чтобы детям было удобно. И все равно мы сделали пост, ни разу не нарушили, ни разу. Я пост не нарушил ни в армии, ни в тюрьме, ни в лагере, нигде. А это не игрушка. Меня по пяти тюрьмам протащили. За слово Господне. Я никогда не подумал. Я знаю священники, которые неправильно делают. А я подойду и скажу, батюшка, благослови меня. Священники на меня писали. Писали и предали меня. Они показания давали. А на суде мы друг друга простили. Я говорю, батюшка, благослови меня. И он благословил. А они теперь умерли. Мне легко. У меня на сердце никого нету. Я не патриарха, как бы не вижу. Я молюсь о нем. Каждый день я молюсь о нем. Минимум семь раз. И после молитвы сто поклонов. Уже семьсот. А утром, вечером уже девятьсот. Каждый день. Больной, я не больной. Разницы нету. Бог силу дает. Я буду говорить о своих болячках. Вам их не пересчитать. Я на стройке работал. У меня три грыжи на позвонке. А одну сделал операцию. И я никак спина нельзя было. Все-таки я добился и как будто хрупнул и начал кланяться. Все. Надо работать с Богом. Господь меня призвал. А написано, многие бегут на стадионе, на ресталище, а награду, награду получает один. Итак, бегите, чтобы получить. Бегите. Я не просто пришел, я должен трудиться, поститься. Десятину платить церковь, священнику, десятую часть пенсии. И не рассуждать. Вы меня знаете, знаю. Я первый раз, когда услышал в 23 года, что надо десятину платить, мне никто не говорил. Я сказал сам себе внутри, я буду платить девять десятин. Сто рублей заработаю, девяносто несу туда. И пятьдесят восемь лет так прожил. Надо платить одну, а я сказал девять десятин буду платить. И Бог меня приблизил и дал мне великие таланты трудиться, отречься самого себя, получить крещение Духом Святым. Тогда у тебя ревность, огонь будет. Ни на посты, ни на священников ни слова не говори. Обязательно пойдите, познакомьтесь со священником, сердце свое умягчите. Без церкви спасения нет, дорогой мой. Нету. Все на этом сегодня. Бритву выбрось, молотную пищу не бери. И тогда я вас увижу. Через месяц примерно зайдете. Если можешь, ночью вставай на молитву, ночью. Родных, близких поминай. Тебя Бог освободил от всего. Не лежи, не ищи льготы на болячке. Бог тебя приближает, Он любит тебя, дал такую болезнь, что у тебя глаза нормально, ум работает, пищу перерабатываешь хоть как-то. Благодари Бога за болезнь, за болезнь. Вот как. Слава, слава Господу. Так, все на этом, закончим разговор. До свидания. Ну все, мира добра вам. Так, все пока, до свидания. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok